все здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами будем рассматривать расклад который предложила светлана дубина называется он связь с природой почему такой формат выбрала не знаю захотелось усложнить немножечко себе жизнь почему потому что пока я выбирала ракурс камеры и как как это все будет выглядеть потратила больше времени чем если бы сделал в привычной форме ну вот почему-то мне захотелось именно сделать так этап выбирайте три позиции первая вторая третья голубенький красненький зелененький камешек кто-то мне сказал что голубенький и зелененький это одинаково по крайней мере издалека видимо было да но вот сейчас вблизи вы сможете увидеть разницу камней выбирайте позицию определяйтесь работать будем не знаю на каких колодах но у меня в 10 приготовлена колода небо и земля таро шаманов и монолиза но так вот выглядит рубашки здесь вы определились эти позиции мы убираем позиция номер один голубенький камешек какая у вас связь с природой сейчас на данный момент вот на данный момент у меня такое ощущение что вы как будто бы вам не хватает знаете как то вот энергии я не могу сказать что у вас нет вообще связи с природой либо ее много но сейчас вот такое ощущение что сейчас вообще не про какой-то связь с природой вы сейчас как будто бы вы знаете немножко потеряны этап такой у вас когда когда вы находитесь в себе где-то не знаю видно не видно вам карта надеюсь видно такое чувство что вот вы как будто бы находитесь в самом себе какая-то отстраненность от природы есть да может быть в силу карантином вас нет возможности выйти на природу но сейчас вообще не про связь и это не в общем а это вот какой-то период какой-то этап такой сейчас когда я не вижу связи вот я ощущаю вас немножко отстраненными вообще вы как будто бы погрузились в себя вы как будто вы погрузились в себя и знаете интерес пропал не знаю интерес к радости интерес к природе вообще какой-то интерес исчез такое состояние что вот ушли как будто бы вглубь себя ушли вглубь себя вам сейчас не до природы до вам сейчас так чтобы видно было тогда вы как будто бы сейчас находитесь в поиске самих себя меня такое чувство что вы здесь сложно как-то определить ваше состояние почему потому что я не вижу эмоции я не вижу ни радости не огорчение то есть не плюсы не минуса я вижу вас как будто бы человека который погружен в себя но нет для того чтобы сделать как-то самоанализ там рассуждать о чем-то нет есть такое ощущение что вы просто ушли в себя нету ресурса нету ресурса нету энергии нету какого-то вот желание вот ведь сказал в этой колоде император он выглядит вот так знаете вот вот это вот состояние здесь как раз таки и описано смотреть так я вас я ощущаю знаете как человек который просто сел руки опустил и немножко расслабились вот вы находитесь а у меня в расслабленном таком состоянии вас сейчас не интересует ни внутренний мир и не внешний мир вас сейчас на данный момент вообще ничего не интересует почему у вас такое состояние знаете у меня такое ощущение что у вас какое-то раздвоение идет раскроение чувство будто вы сейчас сняли себя несколько слоев то что уже отжила это когда делаешь скраб до тела и вот мертвые клетки уходят и свежие они еще но новые которые появились они еще достаточно свежие им нужно немножко адаптироваться здесь вот такое ощущение что вы как будто бы ну в душе своей достаточно обнажены и вам немножко некомфортно но вы не реагируете мне такое ощущение что вот вы как будто бы зима и вы идете без верхней какой-то одежды и лютый холод но вас это как-то не трогает потому что вы погружены в себя то есть вы вот вообще никак не реагируете на внешний мир на внешнюю природу здесь какое-то такое ощущение это даже не безразличие а когда знаете вот погружаетесь чем-то либо занимаетесь вы сосредоточены на чем-то и внутренним либо на каком-то конкретном моменте да и вы не обращаете внимание полностью на внешний мир вы как будто бы отстранились поэтому ваше отношение к природе сейчас вот такое ну и не холодно не холодно и не жарко я посмотрю еще на этой колоде знаете здесь такое чувство как будто бы вы обращаетесь своей душе здесь какой-то внутренний процесс идет очень глубокий вы настолько погрузились себя здесь нет какой-то цели ради чего вы это делаете это просто такое ваше состояние еще расскажу может быть она сегодня завтра послезавтра может быть изменится на данный момент вот такое вот ощущение что вы погрузились глубь себя и вам важны только вы и ваши ощущения внутренние то что с вами происходит здесь как будто будет разговор со своей душой происходит да и вы находитесь на связи с чем-то таким важным и ценным для вас глубоко поэтому вы не обращаете внимание на то что есть вовне вам важны вы и ваша внутренний мир на данном этапе хорошо какая у вас связь со стихией воздуха здесь достаточно гармонично здесь все достаточно гармонично и воздуха вас предостаточно как стихия то есть вы если мы говорим как часть вас то это именно сбалансировка вот воздуха именно столько сколько нужно если вы находитесь закрытом помещение то вы периодически проветриваете это помещение да и поэтому свежий воздух обновление происходит так или иначе вы любите ветер кому-то нравится когда причем не сильный ветер а немножко ветерок веет в лицо дует в лицо и здесь такая знаете погода когда вам тепло а на улице вроде бы прохладно солнце очень яркое светит и вот такое знаете это когда разница температуры когда ты стоишь на солнце жарко а когда заходишь в тень холодно становится им просто прохладно холодно вот этот вот холодок да вам такой он достаточно комфортно и вы не любите слишком жаркую погоду и холода же не любите здесь должно быть какая-то такая прохладная и влажность не любите вы склонны больше к сухой погоде влажность не любите еще на это колоде посмотрю вот две шестерки выпало да из разных колод вот с этой колоды это же слай а в этой колоде это пендакли бубны вот я могу сказать что со стихией воздуха у вас все хорошо то есть если вы работаете например с гармонизации стихий то с воздухом у вас все нормально и исходя из этого поскольку стихии является часть нас то вот ментальный уровень для вас ваши мыслительные процессы либо все что связано с сознаниями на с логикой у вас все хорошо здесь вы можете видеть причинно-следственную связь и на данный момент вы не перегружены на стихии воздуха вот его столько сколько нужно так давайте посмотрим какая у вас связь со стихией воды здесь у меня еще знаете воздухе идет птицы у вас хорошее зрение либо вы можете ясно и четко видеть вещи детали обращаете внимание на детали я не имею ввиду возрастное зрение до с возрастом когда она изменяется а вообще вы хорошо видите то есть прямом и в переносном смысле обращаете внимание на детали потому что мне идет сокол сокол ясно какое-то вот там может быть ясновидение у кого-то есть да как способность она вы четко видите всю ситуацию до с высоты птичьего полета умеете обращать внимание на детали вычленять самое главное самое важное хорошо стихия воды какая связь у вас со стихией воды вода на данный момент мы еще другие не хотели не посмотрели но пока я вижу что ее достаточно больше чем стихия воздуха намного сейчас вы как-то взаимодействовать по крайней мере здесь акцент есть на стихию воды либо вы что-то делаете что развиваетесь именно в этой стихии а причем здесь вода не такая активная как бурлящая либо как водопада такая вот мощные силы нет а здесь она такая приятная приятно теплая не жаркая не горячая а вот именно такая теплая приятная которая благоприятствует вашему развитию вы сейчас как-то развиваетесь через стихию воды у вас идет развитие у вас идут перемены перемены с стихией воды не знаю любили вы раньше воду или нет как вы взаимодействовали с ней ранее но сейчас именно в этой стихии идут перемены идут изменения прямом смысле это может означать что вы допустим мечтаете о том чтобы наступить лет и вы сможете как-то поехать отдохнуть куда-то и искупаться но это не озеро и не река это скорее всего море причем море теплое это не прибалтика это не холодные воды это может быть средиземное земноморье может быть черное море да но в любом случае теплые моря здесь не холодные не балтийские не холодные не северная вода какие-то вот изменения перемены с чем связаны ваши перемены стихии воды понятно вы занимаетесь сейчас излечением исцелением чего-то если мы говорим вообще вода как составляющая нас да то здесь вот эмоциональный фон он у вас претерпевает какие-то изменения сейчас может быть кто-то исцеляется исцелять свой эмоциональный план работой да какие-то вот переживания обиды да вот то с чем вы работали здесь идут таким медленный причем медленные перемены здесь вот как будто вы знаете набираете какие-то обороты если были какие-то чистки то они идут медленно постепенно плавно но по нарастающей на здесь идет исцеление здесь идет вычищение чего-то здесь чистки шли по воде либо вы чиститесь водой да как-то либо любите причем не ванны а именно душ до по душам стоять здесь кто-то любит а еще кто-то петь любит причем голос не очень но вот по душам ведь как-то воодушевляет вас вам это нравится но здесь какое-то исцеление идет очищение вымывание эмоционального фона так татьяна это колоде посмотрю не хочу я смотреть на колоде небо и земля я ее отодвину пока это не ее энергия что еще здесь с водой обновление вот что-то вы сделали здесь такого что идет какое-то обновление в семье у кого-то может быть у кого-то ребенок родился здесь идет какое-то вот обновление может быть у вас взгляда поменялись на эмоциональный фон что еще как вы относитесь к стихии на вот здесь вот развитие что здесь лестница вверх что здесь лестница вверх независимо от того какой этот аркан здесь кто-то знаете научился чувствовать вот смотрите как интересно по воздуху у вас появилось ясновидение либо она уже у вас было в прямом переносном смысле то есть либо как способность либо как умение видеть чисто и глубоко если мы говорим по стихии воды ну то есть воздухом все хорошо с водой вы что-то сделали да и у вас идут перемены набираются обороты вас идут перемены чувствование появилось чувствование какое-то здесь вот развитие с чем оно связано из лечение вот я говорю как то вот вы вылечили свои травмы эмоциональной и поэтому вы это можете проверить у вас поэтому и появилось вот это вот желание обновления да как как будто бы искупаться омыться омывение омыться водах именно море потому что море соленое не река пресная да не озеро а именно море даже не океан потому что он и холодный здесь не идешь что-то такое теплое вот прям может быть у кого-то даже если мы говорим по здоровью с лимфой что-то наладилось если были какие-то проблемы то у вас с лимфой все наладилось кто-то если болело исцеление было эмоционального фона хорошо что у вас со стихией огня а здесь проблемы здесь проблемы связанные с чем если вы работали с духами вот что то здесь не мне идет не то огонь если такое чувство как будто бы знаете вот вы просите да вот вам не хватает огня я говорю здесь есть вот вода поэтому теплую вы хотите воздух тоже теплые желания здесь вам не хватает огня вот стихия огня надо если кто-то еще опять таки говорю это ваше описание на данный момент вот здесь вам не хватает огня здесь вы но теплоты может быть вам не хватает силу того что может быть еще даже и зиме и зима а у кого-то может быть и душевные вот эти вот боли раны исцеление да вы их вычистить вычистили но еще сердце свои не согрели поэтому огня не хватает движения не хватает какого-то развития здесь нету прям вот в упадке огонь в упадке с чем это связано сейчас я посмотрю не могу понять с чем здесь огня почему не хватает как будто бы части какой-то вашей не хватает вот мне идет что в даже духе с которыми вы может быть коммуницируете общаетесь если нет то нету духа огня нету контакта воодушевление нет какого-то холод тепло знаете вот защиты как будто бы вам какой-то не хватает защиты может быть огненные защиты поставить вам хотелось бы здесь как будто бы нету внутреннего удовлетворения нету внутреннего знаете как будто бы наслаждение да если мы говорим как вам можно это понять что вам не хватает огня вы не удовлетворены своей реализацией да в социуме не получается у вас получить принятие какое-то да либо вы сами себя не принимаете либо у вас нету ощущения признания ваших трудов в социуме с трудом знаете у вас даже желания каких-то нету либо они очень трудно реализуется либо у вас сейчас такой период когда у вас нету желаний какие-то здесь проблемы именно с социумом отсутствие секса это да нету огня нету вот с этой стихии вам нужно поработать что здесь именно с этой стихии я такое чувство что как будто бы вы какой-то вот этот ящик пандоры открыли и полезли туда куда не надо я не знаю с чем это связано может быть это профессиональная деятельность может быть это что-то связано с энергией куда-то вы сливаете может быть что-то изучаете у вас забирают энергию ну вот однозначно свою жизненную энергию свой огонь вот вы что-то открыли что-то вы сделали и сделали неправильно и не знаю что это потому что вас много но это связано как-то с профессиональной деятельностью вашей что-то сделали вы не так что вам здесь делать тогда надо я посмотрю на этой колоде что вам тогда сделать надо вот смотрите он был король кубков вот пока вы не полностью не проработаете вот этот аспект работу с водой то что вы делали исцеление эмоциональное оно должно что знаете вот прийти время правильное нужное время как-то здесь вот этот процесс должен завершиться потому что он сейчас набирает обороты это знаете вот здесь вот ветряная этот как он называется змей бумажный да а представьте что это вот водная мельница такая вот и на ее энергии на водной энергии да она должна набрать большие-большие обороты большие скорости да чтобы это все заработало вот она у вас пока набирает обороты то что вы сделали с энергией воды и вот когда здесь обороты наберутся когда работа завершится вот тогда у вас появится энергия у вас появится огонек а сейчас у вас нету вот как только вы проработаете вот эту у вас вот это вот само наладится само по себе вот это вот профессиональное он дьявол выпал да у вас проблема с работой сейчас и с огнем да жизненным огнем жизненной энергии проблематичные проблемы связаны с тем что у вас эмоциональный фон не завершил свою работу как вот здесь вот все завершится так у вас и это само пойдет начинает работать у вас появится желание у вас появится энергия движения поэтому у вас сейчас и нету энергии вот ваша природа сейчас, она недостаточно в ней энергии. Потому что вся энергия сливается сюда. Вот здесь вот должно завершиться, и тогда вот это вот пойдет. Хорошо, давайте мы посмотрим тогда с вами стихию Земли. Насколько она вот так за навесочку все равно, да, свечивает вам. Ну, как ни крути, не верти, как бы я ни сделала, не получается. Ладно. Точки сейчас опять появятся. Так, что у вас из стихии Земля? А здесь какие-то изменения, здесь землетрясение у вас происходит, да? Это башня такая. Вот так, сюда, да? Сюда хорошо. Сюда так сюда. С чем связаны эти разрушения? Так, а здесь какие-то страхи. Страхи. Чего? Вот смотрите, результаты, да, со стихией Землей опять-таки напрямую связаны с вашим эмоциональным фоном, с вашими чувствами, с водой. Почему? Потому что здесь как раз-таки страхи из-за воды. Не хватает воды, не хватает эмоциональности, чтобы Землю поливать. Какая у вас связь с водой, с землей? И вот здесь как раз-таки выпал умеренность, да, исцеление. Здесь тоже вода. Вода и Земля, они братственные стихии. Вот когда достаточно будет воды, состояние, тогда вы сможете наполниться и излиться на Землю, и она будет плодовитой. Пока здесь Земля есть, но она холодная. Здесь Земля холодная. Это не пески, не горячие пески, а это замерзшая Земля. И вот ей согреться как раз-таки надо. Смотрите, огня нету, и огонь не может согреть Землю. Не может согреть Землю для того, чтобы Земля впитала в себя воду. Воду впитает, тогда она будет плодовитой. Пока результатов нет. Если мы смотрим с точки зрения общего вашего состояния, то вот пока вы здесь вот эмоции свои не вылечите, пока не закончится процесс, вы в процессе находитесь. Да? У нас все закручено. С воздухом, с логикой у нас все хорошо. Но вот здесь вот, когда этот процесс закончится, у вас появится жизненная энергия. Жизненная энергия появится, она согреет Землю. Земля напитается водой, и вы получите результаты. Как в пендаклях, в деньгах, да? Вы будете получать ту стабильность, которой вы хотите, все, что вам необходимо. Сейчас на данный момент нету. Почему? Потому что все рушится. Все рушится. Все стихии между собой, они взаимосвязаны. Какие здесь разрушения пошли? Что здесь нужно исцелить? Здесь фундамент меняется, здесь основа меняется. Потому что вот это вот меняется, стихия воды, и стихия земли у вас тоже меняется. Рушится. У кого-то идут какие-то перемены в семейной жизни. Здесь может быть вот. Поэтому, смотрите, у вас будут какие-то перемены, как вы излечите свое сердце, свою эмоциональную форму. А у вас у кого-то будут перемены, кому важно в личной жизни. Появится желание, появится страсть. Могут быть перемены в личной жизни. Могу предположить, что кто-то найдет себе партнера, если вам важно. Какая связь с природой? Какая со стихией земли? Здесь вот выпал дьявол. Здесь, понимаете, здесь какая-то зависимость идет. Но зависимость не ваша. Зависимость идет от других стихий. Потому что у нас выпал дьявол на огонь, на жизнь, на гедонизм, на реализацию своих желаний, на выстраивание контактов. И здесь у нас выпали, у нас в земле, у нас выпали очень большие страхи. Знаете, здесь у кого-то может быть хрустофобия закрытых помещений, кто-то может бояться темноты очень сильно. У кого-то может быть страх из прошлых воплощений, кого-то живьем закапывали. Поэтому вы боитесь закрытых таких узких помещений. Что еще здесь? Какая у вас связь с землей? В потенциале вы очень плотно стоите на ногах. Но это временное сейчас, видимо, этап какой-то такой. Потому что вообще вы стоите хорошо на ногах. У вас и деньги должны быть. финансовый канал хороший. Но это как потенциал. Его нужно будет развивать. А сейчас, пока вы на это не способны, потому что все, свой фокус внимания, вся ваша энергия уходит вот сюда. И по одной карте я вытащу, чтобы еще рассказать, может быть, что-то, что-то еще не сказали. Какая связь у вас с воздухом? С воздухом все хорошо. Вот здесь вот стабильно. С водой. Какая связь с водой? Это вот как-то вас обучает. Как ни крути, ни верти. Сейчас здесь идет какой-то процесс обучения. Вода вас может научить чему-то. Во-первых. Во-вторых, вы можете, если кто практикует, вода – это связь с нашей памятью. Кто-то, может быть, здесь налаживает связь со своим прошлым. Кто-то, может, восстанавливает свою память. Кто-то, может быть, заговаривает воду. Если вы чувствуете, что вы хотите, вот стакан воды поставили, заговорили, высказали свои пожелания. Вода слышит, вода слышит, вода запоминает. А кто-то, здесь обучение идет как раз таки то, что когда-то вы запомнили какие-то обиды. Здесь работа с обидами, эмоциями. То есть эмоции, вот вы с обидой как-то работаете. Не с страхом, не с чем-то другим, а вот именно с обидой. Идет вот здесь очищение. стихия огня. Да, вот здесь вот идет карта Кристин. Омовение, да. Вот здесь вот как раз таки все завязано на стихии воды. Здесь вода тушит огонь. Она заливает огонь. Он не дает ему зажечь. То есть как только появляется какая-то искра, вода все это тушит. Они антигонисты, антагонисты между собой. Вот эти вот две стихии. И поэтому преобладание воды. Здесь вот процентов, есть что вам было понятно, да. Где-то вот процентов 60 у вас воздуха на данный момент. Процентов 80-85 воды у вас на данный момент. Процентов 5, может быть 15 максимум огня. И с землей у вас где-то процентов 40. Но здесь вы ничего не можете сделать. Пока. Потому что пока работаете вот здесь. Я не знаю, чем вы занимаетесь, какими практиками. Может, там, чистками, посвящениями в стихии, если для вас. Но вот здесь вот чисто энергетически, да, вода, это не ваша стихия. Почему? Ну, по энергии в поле, да. Вот мне кажется, вот больше идет земля и воздух. Это вот ваши прям стихии. А сейчас, видимо, по какой-то причине вы сделали акцент на воду. И поэтому все ваши силы, они здесь находятся. Ну, подождите. Тогда вам надо вот то, что вы запустили этот процесс, чтобы он набрал обороты, и тогда все это докрутится. Докрутится, и пойдет все, будут изменения. Так, вот такая вот у меня была первая позиция. Если честно, я ожидала сказать что-то другое, но, как я говорю, в потоке как идет, так идет. То есть я действительно не решая, что я скажу, я думала, что там мы про природу будем рассматривать, но вот так вот мне показало. Хорошо. Это у нас была первая позиция. Итак, переходим к позиции номер два. Красненький камешек. Ваше общее отношение к природе. Посмотрим на этой колоде. Ваша общая связь с природой. Очень хорошая. Очень хорошая, очень хорошая связь природы, с духами. Вот здесь действительно выпадает шаман, да, то есть если вы практикуете, либо, так подниму, либо думаете, да, с чего начать, это вот шаманизм здесь вот вам подходит. То есть работа именно со стихиями, с элементариями, работа с погодой, почему-то, мне хочется сказать. здесь вот вы почему-то любите, ну, холод, даже не то, что любите, он вам комфортен, снег, вот именно зима. Не просто холод, а именно тот момент, когда вот мне снега идут, много белого снега, прям вот этот вот хруст, вы ходите по снегу, и вам это очень-очень нравится, очень нравится. Вот это ваша связь, да, как-то с природой. Холод, холод. Вот холодные земли, вы хорошо стоите на данный момент, мы говорим, разве я зима момента здесь сейчас, вот вы хорошо стоите на земле, на земле, очень плотно. Это ваша опора. Холод. Вот мне идет почему-то холод. Вода, вода, вода и земля, вода и земля. Холодная земля какие-то, холодная земля. Вот это вот прям ваша любовь, любовь к кристаллам. Вот ваша связь с природой, да, работа с кристаллами. Горы, кто-то любит горы. Либо просто походить босиком по земле, если это лето. Кто-то любит полежать, полежать на холодной земле. Вот у вас есть контакт с землей. Неважно, какой вы человек по натуре, но на данный момент у вас все хорошо. Вот земля вас лечит. Есть люди, которые, когда болеют, им нужно поспать, отдохнуть. Так вот, в вашем случае вам нужно вот как-то пойти в лес, прогуляться. Опять-таки, мне идет снег, да, почему-то. Какие-то сугробы. Тишина, но не тишина, от людей и от шума. А вам нравятся звуки, звуки природы, звуки птички поют. Вот лес зимний, вижу зимний лес. Без листьев, без ничего. Такие голые деревья. Кто-то любит березки. Не знаю, почему. Вот мне идут березки, мне идут птицы, которые поют. И вот эта вот тишина и хруст, когда вы ходите под ногами. Хруст снега. Кто-то любит вот прям на ладошку снежинки, чтобы падали. Но у вас хорошая связь. Вы по земле ходите. Ясное дело, что мы не летаем. Но я хочу сказать, что вы плотно наступаете, плотно по земле ходите. У вас есть связь. Вы можете напитываться энергией земли. Но энергия земли холодная. Не горячей лавой, магмой, а именно что-то такое холодное. Так, я на этой посмотрю, какая у вас связь с природой. Она вас подпитывает. Для вас природа — это красота. Вы наслаждаетесь. Вот если вам нужно, поэтому я сказала, излечиться как-то, вот вам нужно побыть на свежем воздухе. Вам нужно побыть где-то за городом, отдохнуть. Но пытаться увидеть вот эту вот красоту. И она вас как-то успокаивает и одновременно наполняет. Наполняет энергией. Здесь чисто такие, знаете, еще и женские энергии. Вот именно от матери земли. Может быть, кто-то любит юбки длинные в пол. Вообще, либо смотреть на женщин, которые носят вот юбки в пол. Почему-то именно юбки в пол вам нравятся. Клеш, да? Не узкие, а вот именно клеш, юбки такие широкие, чтобы они были в пол. И почему-то босиком ходить. Если мы говорим о шаманизме, вот я вижу здесь почему-то женщин и набосые ноги одеты на щиколотку, какие-то бубенчики. Либо вы любите цепочку на левой ноге у кого-то, цепочку на ногу одевать. Вот что такое, чтобы висело. Если как-то шаманизм, вот у меня идут какие-то танцы вокруг костра, либо танцы под бубен, под какой-то ритм, если вы ставите, главное, там ритм, чтобы был. Не сама музыка, а ритм, чтобы она зажигала. И вот вам нравится танцевать даже дома. А причем босой, чтобы вот чувствовать землю. Хорошо. Что у вас со стихией воздуха? Какая связь со стихией воздуха? Какие-то ссоры, 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 конфликты. Раздувается здесь какой-то огонь со стихией воздуха? Какая связь? Ну, я бы сказала где-то тройка, четверка по десятибальной шкале. Даже не пять, три-четыре. Он есть и есть. Я бы не сказала, что это ваша стихия какая-то. то есть, если мы говорим как составляющая человека, то вот ментальный уровень это не ваш. Я не говорю, что вы глупы, я говорю о том, что это не ваша призма, через которую вы что-то узнаете, либо как-то взаимодействуете с людьми. Здесь как-то вот этот воздух, ну, он просто есть и есть, да, вот вам не холодно и не жарко от него. знаете, вот ментальный уровень, он как-то приносит вам разочарование какие-то, огорчение. Вот воздух, он действительно для вас какой-то холодный, чуждый. Вот это не ваша стихия, воздух. Он почему-то вам напоминает вашу маму. Вы, знаете, вот вы как будто бы не дружите. Вот есть стихи, да, и вы говорите, вот это мне нравится, а это не нравится, а это вам вообще фиолетово. Вот воздух для вас, это вообще вам чуждая стихия. Вы ее не понимаете, даже не то, что не понимаете и не дружите, а ну это вот как, знаете, мы говорим, что есть планета Марс, там, либо планета Венера, либо там Сатурн, неважно какая планета, а мы живем на Земле. Ну есть она, есть мне какая разница, то есть мне от этого что? Вот Луна, понятно, влияет на меня на какие-то циклы, да, я ее понимаю. Там Солнце согревает, я тоже понимаю. А там Уран, либо Плутон, либо еще какие-то планеты, ну вот мне как-то фиолетово, да, есть они или нет. Вот у вас такое какое-то ощущение. И здесь вот, она вам чужда, это не родная стихия для вас, она вам маму напоминает. Что здесь за, то ли блок здесь стоит какой-то, вот знаете, вот как-то связанное со знаниями, вот она холодная, я поняла, все, что связано со знаниями, все, что связано с интеллектом, разумом, это не ваше. То есть вы обучаетесь не головой, не мыслями, у вас другой какой-то способ, контакт, обучение, то есть вы обучаетесь, вы не тот человек, проще говоря, который будет сидеть, читать какие-то философские книги, очень мудрые, ну и там, не знаю, писать там дизель, диссертацию, либо еще что-то, стать каким-то ученым, это не вы, это не про вас. Вы знания получаете по-другому, здесь холод, здесь холод, идет космос, это для вас вообще какое-то что-то такое далекое, холодное и непонятное. Структура, это вообще не про вас. Хорошо, давайте посмотрим следующую стихию в воду, какая у вас связь со стихией водой, воды, вот, вот это вот ваше, вот это вот сто процентов ваше, потому что здесь выпал верховный жрец Иерафант, и вот здесь вот выпадает Иерафант, не знаю, видно вам карты, не видно вам карты, додвину, в принципе, те, кто любит смотреть карты, вот, Иерафант, вот вода, это ваше, вода, это ваше стихия, вы знаете, она вам знакома, здесь такое ощущение, что вот в Средней Азии есть арыки, арыки, это такие канавы, сделанные у дороги, слева и справа всегда, поскольку в Средней Азии, она построена все-таки как-то на пустыне, там дефицит воды, и вот чтобы города были зелеными, в ары, как всегда, была вода, для того, чтобы поливались деревья, чтобы город был зеленый, так вот, у меня такое ощущение, что либо вы в каких-то вот, как схожие, как арыки, я не знаю, как в России называются эти канавы, либо как-то водоемы какие-то, вот вы в общей сложности, да, вот мне идут просто трубы огромного диаметра, и вы как-то, ну, в воде были все время, вот детство ваше, оно было с водой как-то связано, и я, и это было не озеро, а это было что-то такое подвижное, да, причем в черте города, а я не знаю, что это может быть, но это не бассейны, может быть, какие-то канавы, может быть, какие-то речки, ну, такие мелкие, проточенные, вода постоянно текла, и вот это вот было про вас, вы постоянно сидели в воде, либо кто-то даже, ну, в ванной, в тазике, что-то такое, вот ваше детство прошло в воде, вы любите, очень любите воду, вы ее прям, я не знаю, любите купаться по несколько летам, по несколько дней, в день можете принимать душ, я бы не сказала, что вы любите пить воду, но вот как-то взаимодействовать с водой, это да, вот это ваша стихия, вот если говорить о том, как вы взаимодействуете, да, с природой, то вы можете взаимодействовать со стихией воды, вода, как раз таки, она будет нести вам информацию, вот вы обучаетесь не через воздух, не через знания, вы знания получаете через воду, через состояние, через эмоции, через прошлое, через вспоминания, вот вы можете, да, вам нужно прямо вот практиковать, да, что-то связано с водой, работа с бессознательным может быть, работа с душой, я бы сказала, не с бессознательным, а скорее всего с душой, потому что бессознательным все равно укроется немножко холода, а у вас здесь нет, здесь вот душа, какое-то состояние души, теплоты, и вот это вот ваше, да, вот это вот ваша стихия, вы прямо, знаете, вот умеете ткать, шить, да, что-то с водой делать, я не знаю, какое можно волшебство сделать с водой, но вот у вас, оно вам доступно, что можно сделать, не могу представить, да, что-то даже как пример привести, но вот вода, это вот то, что приносит вам удовольствие, детство, вам нравились мыльные пузыри, потому что мне здесь показывают какой-то шар, какой-то вот пузырь, да, и вот водный, ну, как мыльные пузыри, очень нравилось, они такие яркие, вот вам прям кто-то в ладоши хлопал, прям как маленькая девочка, прям, хотели вот поймать эти мыльные пузыри, кто-то дул, не вы, а кто-то вам дул, а вы как будто бы ловили, вот это вот прям ваша, ваша стихия с водой, да, вот вы водой можете чистить, кстати, у вас вот процессы целительства, очищения могут быть, да, вы можете заниматься чистками, причем водой, защиты ставить, водные пузыри, да, водная какая-то защита, можете обходить острые углы с помощью воды, здесь вот прям чистки, хорошо, прям это вот ваше, ваше, я прям аж прочувствовала, хорошо, давайте посмотрим, какая у вас связь со стихией огня, так, здесь вы убегаете, убегаете, а вы знаете, а вот огонь тоже ваша сила, вот как ни странно, почему говорю как ни странно, потому что огонь и вода это антагонисты, это две силы противоположные, вот огонь и воздух это братственные силы, и вода и земля, мы вам рассматриваем, это тоже братственные силы, а вот огонь и воздух, вода и огонь это противоположные силы, но у вас огня тоже достаточно, а вы убегаете от этого, почему, потому что здесь какой-то страх, вот вы как будто бы боитесь огня, боитесь эту стихию, чего вы именно боитесь, боитесь как будто бы обжечься, а это вот ваша тоже как-то творческая сила, здесь вы боитесь, знаете, как будто бы потерять баланс, потому что это очень важно, огонь и вода, чтобы были в балансе, потому что если много воды, она будет заливать, тушить огонь, а если много огня будет, то он будет подогревать воду, и она будет испаряться, поэтому вы боитесь, вы боитесь, как будто вы знаете, вот жизни, наслаждения, боитесь секса, кстати, здесь вот прям так интересно, вы любите секс, вы любите, ну вот это вот наслаждение, вот эти вот все ощущения, потому что вы очень четко и ярко можете чувствовать, ощущать, намного тоньше, чем кто-либо другой, но с другой стороны, вас это пугает, да, вот у вас есть какие-то табу, у вас есть запреты, вы не позволяете себе вот как-то вот раскрыться, а это вот прям, с одной стороны, вам хочется, да, у кого-то может быть здесь мечты, какие-то фантазии, да, быть на этот счет, но как-то боитесь, боитесь, может быть, что это будет как-то порочено, неправильно, что ли, не знаю, но вот вы здесь боитесь огня, точно так же вы боитесь, если мы говорим про стихию огня, боитесь, у вас есть ожоги, бывают летом ожоги, кожа очень белая, очень белая, тонкая кожа, прозрачная, прям у кого-то могут быть ожоги, и поскольку они очень долго заживают, поэтому вы не очень-то и любите солнце, прячетесь, да, очень редко, но может быть кто-то там, из вас, вот альбиносы, если бы были, я бы сказала, что вот они вот удвоечек, либо какая-то болезнь кожная, прям вот связанная как-то с огнем, со страстью, иногда, когда вы переживаете какие-то эмоциональные чувственные аспекты, связанные с мужчиной, у вас прям сыпью покрывается, пупырышки, у кого-то зимой вот здесь вот, вот здесь вот, сухая, прямо это как-то, гусиная кожа, или как-то вот здесь, вот что-то там такое, сухое, хорошо, какая у вас еще связь с огнем, это вот здесь такой, знаете, скрытый для вас потенциал, огонь, с этим вы уже знаете, работаете, это для вас чуждо, а это ваше, это ваш потенциал, какая связь с огнем, ну вот вы боитесь, вы боитесь, как будто бы, знаете, вот полностью влюбиться, что ли, чтобы даже не влюбиться, а страсти отдаться, потому что любовь, это все-таки вот, это вода, это вот мягкое такое, приятное, наполняющее, а тут страсти, вот вы боитесь этой страсти, вы боитесь этого огня, и вот луна выпадает. С чем связана луна? Я говорю, какими-то отношениями, вы боитесь привязываться, обжигались очень много, как в прямом, так и в переносном смысле, ну, либо обжигали себя по людей, либо вообще физически, да, поэтому вы боитесь привязываться, вы боитесь проявлять себя, вот этот вот огонь, это жизненная энергия, да, вот проявлять себя, отсюда я и сказала, что это связано с сексом, да, выражать себя, ярко заявлять о себе, говорить, прям вот показывать на свою силу, свою мощь, страшно, боитесь вы это делать, да, хорошо, в природе, какая у вас связь с землей, теперь давайте посмотрим, здесь двоякое состояние, у меня с одной стороны есть себя с землей, а с другой стороны, вот я сказала, да, что на земле хорошо стоите, с одной стороны есть, а с другой стороны, как будто вы не можете дотянуться, так, что у вас с землей, вот, знаете, боитесь просить помощи, боитесь вот какой-то стабильности, да, вам нужна эта стабильность, и вы боитесь, боитесь, что либо ее получите, либо что вам ее не дадут, потому что в том и другом случае, почему-то для вас это опасно, какая у вас связь с землей, вот я говорю, страх выпал, вы иногда знаете, цепляетесь, цепляетесь и зависаете, и это не дает вам какого-то развития, как будто вы знаете, тормозите, держитесь, держитесь, нету развития, но здесь это ваш выбор, связь хорошая, как потенциал, есть, но вы как будто бы сами где-то отдаляетесь от земли, вот, когда погода теплая, приятная, кому-то нравится ездить на дачу, сажать цветы, тогда вы близки к ней, но вы как будто бы, знаете, вот боитесь что-то выращивать, там, я не знаю, какой-то огород, например, там, овощи, фрукты, потому что боитесь привязаться, что потом земля вас привяжет, вам надо ухаживать за этим, и поэтому, если вы берете, допустим, цветы сажаете, то кто-то сажает такие временные, ну, в эпоху, ну, каждую эпоху, так, чтобы можно было потом оставить это, и уехать, допустим, в город, потому что, если вы берете за землю, она вас манит, она вас тянет, и вы не можете потом отвязаться, то есть, вот, вот прям, какая-то вот связь очень сильная, мощная такая вот, протяжение очень-очень сильная, поэтому вы боитесь, что, допустим, если хотели, думали дом купить или нет, вот вы боитесь, один из ваших страхов, что вот о том дом меня притянет, и я не буду чувствовать себя свободной, потому что надо будет вкладываться в него, а так, допустим, если вы снимаете квартиру, да, ну, переехали от одной квартиры в другую, там, и ремонт не надо делать, да, потому что легче сменить, допустим, квартиру, а в доме такого нет, это уже ваше, здесь вот какая-то, знаете, ответственность, а какая-то сила, вот прям, ну, магнитом, магнитом вас манит, поэтому здесь вот потенциал хороший, связь с землей у вас хорошая, но вы как будто бы сами ее избегаете, боитесь, боитесь, что привяжетесь, сами себя придумывайте, здесь нету каких-то проблем у вас, да, сказать, что с этой стихией есть какие-то проблемы, нет, сами себя почему-то накручиваете, почему себя накручиваете, потому что боитесь, вот видите, что у вас не будет привязок, что не будет, оговорка по Фрейду, да, не будет привязок, не бойтесь, что вы не будете свободны, понимаете, что не даст вам, вам хочется путешествовать, вам хочется везде бывать, везде, ну, все посмотреть, ездить, как будто бы вот есть какое-то вот притяжение землей, есть какие-то места, да, вот у вас есть места силы, вот мы говорили о местах сил, когда общались, да, с подписчиками, я общалась, я в прямом эфире сказала, говорила, упоминала о местах силы, вот у вас есть такие места силы, которые вы, которые вас периодически тянут, манят, вы можете ездить и подпитываться, ездить и подпитываться, давайте я вам тоже по одной карте вытащу, как вытаскивала в первом варианте, и по ощущениям скажу, что где-то 80%, 70-80% у вас тут, в воде, это ваша связь, 10-15% у вас воздуха, огонь у вас где-то 50%, но это потенциал ваш, а вы его даже не раскрыли, вы его боитесь, но здесь его много, и где-то 60-70% у вас в земле, здесь тоже какой-то, ну, страхи надуманные, здесь каких-то проблем нету как таковых, да, вот я говорю, боитесь, вот девятка мечей, вот вы боитесь, боитесь воздуха, это вам чужда, чужая стихия для вас, подумайте о ней, если делаете гармонизацию стихии, либо какие-то упражнения, попрактикуйтесь немножечко с воздухом, он вам нужен, вода, на воду у нас здесь выпадает, великий аркан правосудия, здесь вот прям, это ваша сила, я так скажу, на стихию огня, ваша связь, знаете, вот здесь как будто бы по роду, что ли, что-то такое передается, семейное, вот огонь, как будто бы это семейная какая-то, может быть, у вас в семье все такие огненные, подвижные, активные, там, мотиваторы, люди, которые любят развиваться, к чему-то стремиться, и вот это вот вас пугает, да, вы не хотите быть похожими на них, поэтому здесь вот, как-то отказываетесь от своего огня, а здесь у вас есть знания, да, здесь какие-то знания вам будут передаваться по огню, и все, что связано с землей, ну вот здесь земля даст вам какое-то вот строительство, да, может быть, кто-то хочет дом построить, здесь карта говорит, да, на этот счет, вот земля как-то вас развивает, вот вы обучаетесь, и развиваетесь, ваше развитие через стихию земли, хотя воды вас много, но вы развиваетесь через землю, а вот земля как-то вас, она может быть заземляет, и помогает вам в вашем развитии, так, вот такая у нас была, такой был второй вариант, что в ваших комментариях, не знаю, какой-то чудной расклад, вообще чудной и чуждой мне, да, не свойственен, хорошо, так, и мы с вами идем дальше, позиция номер 3, и зелененький камешек, так, и снова настало, светло, солнышко отошло, сейчас мы отодвинем вот это, и так, видно, видно, троечки, какая у вас связь с природой, давайте смотреть, классно здесь, вы куда-то бежите, куда-то сторопитесь, что-то изучаете, вот у вас хорошее, хорошее, прям все времена года, сейчас мы, конечно же, посмотрим, но связь у вас со всеми стихиями одинаковая, по крайней мере, вот преобладает, ну, теплое что-то такое, да, все, что вам необходимо для развития в жизни, касательно стихий, вы прям за любой, как говорится, кипиш, главное, чтобы ток от этого был какой-то, какая у вас связь с природой, ну, огненная, здесь у меня троечки огненные, вы любите рисковать, вы огонь, посмотрите, какой вот мальчик на красивой такой вот змее сидит, рискует, главное, я говорю, за любой кипиш, вот ваша связь вот такая вот, огненная, яркая, вам все интересно, ну, это ваша природа, да, 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 и вот король жезлов, смотрите, в этой колоде какой, человек, который укращает свои инстинкты, крокодил, это вот прям, инстинкты, ну, и здесь вождь племени, да, то есть, африканского какого-то племени, это вот прям, Африка, это юг, жара, что-то такое, горящая, огненная, ну, связь у вас вот такая, скоростная, я бы не сказала, что вы прям очень углубляетесь, там что-то изучать, либо еще что-то, но связь у вас присутствует, то есть природа для вас, это жизнь, и все, что дает вам жизнь, все, что дает вам движение, и развитие, это ваше, это ваше, хорошо, какая у вас связь стихии воздуха, ну, вы получаете удовольствие, вот вы, воздух, в контексте здесь идет ментального плана, развитие, все, что связано со знаниями, вот вы такой вот человек, да, то есть вы не будете погружаться глубоко, вы поверхностные люди, вы не те люди, которые будут погружаться глубоко, вот видите, сколько яблок он надкусил, вот и вы такой человек, да, вот вам надо все попробовать, вам надо все узнать, все яблоки не съем, до конца не съем, я не буду погружаться в эти знания, да, они мне не нужны, но хотя бы надкушу, хоть пойму, разберусь, поэтому все, что связано с ментальным планом, сразу могу вам сказать, что у вас иногда бывает перегруз перегруз в информация перегрузу знания прямо иногда бывает тяжело так грозные какие-то вот прям тяжесть тяжесть идет как вы знаете какой-то вот мешок мешок кожаный кожаный мешочек да из кожи какого-то животного да может быть даже допустим я не знаю там кишечника козы или как это вот скандинавии есть вот эти вот музыкальные инструменты там где дудка и и вот это вот мешок животного туда дуешь он надувается не не помню как называется вот здесь что-то такое вот у вас вот так вот это раздувает раз вы иногда пухните кстати у вас такое может быть нервные нервные срывы эмоциональные срывы на нервной почве я имею виду стрессы какие-то да и вот у вас пухнет желудок можете ощущать такое вот прям животный пух от переживания вздутия на студии называется у кого-то часто вот бурлит прям слышно воздуха много много воздуха гоняете в желудке много говорите много разговариваете иногда привод есть вот это вот ощущение да вздутия какого-то самый неподходящий момент начинает прям пучить пучить живот и вот он начинает петь какая еще у вас связь с воздухом но здесь вот какие-то ссоры конфликты отстаиваете отстаиваете свои позиции причем так яростно да не то чтобы но прям специально осознанно ссоритесь но беседе бывает такое что вот наступает такой момент когда вы не тот человек который будете уступать вы тот человек который будете привозить какие-то доводы до по поводу того что ну по поводу своих суждений на будь какие-то доказательства приводить но с воздухом вы дружите вот прям знание ментальный уровень это вот ваше все коммуникация кому-то нравится разные культуры причем не те с которыми вы связаны так или иначе то здесь может быть даже культура что-то связано с востоком либо с южными странами на южнее той страны в которой вы сейчас проживаете потому что не все проживает на территории россии многие кто слушает меня проживает из-за границы если вы даже например проживаете в средней азии то вот культура еще ниже вас да там какие там страны индия таиланд пакистан еще ниже иран ирак вот такие либо даже вот какие-то африканские страны до какие-то племена может быть вот вот все что связано с чуждым вам но но это не северные это не северные страны это не 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 викинги не скандинавы нет вот вам прям вот знание прям ложится хорошо здесь прям даже тибет таиланд вот прям очень очень хорошо ложится вот это ваше вам нравится это изучать дружите вы с воздухом хорошо какая у вас связь со стихией воды здесь не интересно но вы как маленький ребенок связь у вас такая знаете поскольку постольку сколько можете удержать вот этот вот пальчик материнской до в руке своей маленькой ручку этого маленький ребенок сколько вы можете удержать настолько и получится связь есть но у вас видимо кто-то либо мама либо по женской линии кто-то был таким водным человеком прям очень эмоциональным жертвен и может быть даже какой-то степени поэтому еще посмотрю но с водой как-то если вы осознанно что-то делаете вот какие-то практики да там воспоминания работа с родом с прошлым с какой-то вот истории да вам нравится кстати читать историю изучать историю разных народов прошлого история культуры какие-то да то вот все что связано здесь с историей как таковой и прошлом памятью в таком контексте я могу сказать что у вас есть связь водой ну так мне кажется что нет вот воды вас не так много вот воздуха больше воздуха больше но это не ваша стихия и вода не ваша стихия она есть до нее меньше чем воздуха но это не ваша стихия ну то есть не ведущие ваша стихия да вы дружите но это не ведущая давайте посмотрим еще какая связь у вас с водой а у вас связь с водой через сны может быть через сны через воображение фантазия иллюзия вот что-то такое на вот там вы можете воображение вы через воображение вот так вот только вот вы дружите с стихией воды мечтаете что-то да может быть мечтаете поехать к воде но пока только в мысли до ментале и вижу чтобы здесь вот была прям ярко так выражена стихия воды сейчас я еще раз посмотрю на другой колоде какая у вас связь со стихией воды тушь кубков потенциал вот у вас есть потенциал но сложно в чем сложность не можете не можете выражать вот если мы говорим в контексте человека то эмоции вам очень сложно выражать вот это вот ваше уязвимое место да вы можете что-то там чувствовать можете что-то ощущать но то чтобы это как-то высказать рассказать вам легче использовать воздух вам легче использовать интеллект вода нет это это ваше уязвимое место да очень много здесь огорчение вот пятерка кубков вот пятерка кубков это слабое ваше место и выпадает королева жезлов так давайте посмотрим какая у вас связь с огнем ваша связь с огнем а вот здесь вот у вас какие-то иллюзии есть на этот счет неправильно вы ее используете вот вы свой огонь используете как как эмоцию огонь свой используйте в негативе не в позитиве в негативе используйте как и знаете как переживание как гнев как ярость вот такие вот очень много стресса очень много волнения лишнего выдуманного приду у меня такое ощущение что вот вам кажется да это лишь ваше восприятие что это не ваша стихия здесь в этой колоде очень красивая королева пендакли смотрите какая любящая как влюбленная это то что вас заземляет это то что дает вам какую-то стабильность огонь а вы уходите от этого так интересно вот смотрите вот вам дают вам дают этот огонь и вы по идее должны его принять вот это вот ваша стихия вот это ваша стихия а вы ее вы с ней не знакомы так как нужно вы с ней не знакомы вы понимаете этот потенциал используйте он есть но вы его не используете в плюс вы его не как-то не взаимодействовать с ним это жизненные ваши энергии это сексуальные энергии это энергия каких-то узнаете вот амбиции желаний а вы растрачиваете ее на какой на кайту не умеете ей пользуется не умеете правильно направить направить энергию огня в реализацию созидания вы ее используете когда знаете просто сливаете через эмоции либо подавление каких-то негативных эмоций сейчас я щурцую какая у вас энергия связь вот это туз жезлов туз костей туз жезлов видите конфликт в данной колоде это конфликты очень сильные ну вот страсть я говорю у вас связь есть но она вот вы ее почему-то в минусе используете вот здесь нужно вот как раз таки обнулиться какой то знаете вот пока маленький ребенок по дурачку ну то есть я как будто бы не знаю что я могу обжечься огнем и и вот вы как будто бы играть вот это вот ваша природа ко всему вот как мальчик сидит на змеи играться пока ваша стихия ведущая это воздух но вы к ней хладнокровно относитесь вот ваша сила это сильное место это воздух но вы не пользуетесь ну то есть есть чтобы не пользуетесь воздух вас есть присутствие знания для вас ментал это очень важно до получение знаний это вас наполняет но вы не знаете что у вас намного больше потенциала и силы в огне водой вы вообще не умеете пользоваться стихия на это вот то что приносит вам не то чтобы боль но здесь очень много какой то знаете это вот когда человек влюблен он становится глупым он совершает какие-то необдуманные поступки и а поскольку вас много логики у вас много рационализма влюбленность она вам чужда потому что вы не можете ее объяснить головой чувства вы не можете объяснить головой и поэтому вы их просто избегаете ну то есть они они вам непонятны вы не знаете как с ними обращаться вот и поэтому вы стараетесь избегать да и поэтому старайтесь избегать как-то и воду кашу вас тогда стихия но здесь вот огромный потенциал есть может быть вы и вы чувствуете может быть ощущаете насколько вы сильны насколько сильна у вас воля насколько много у вас энергии насколько вы здоровый человек да например да насколько у вас есть выносливость какая-то но чего вы тут боитесь как-то знаете вот что-то тут такое есть не говорю чего вы боитесь смотрите здесь по жезлов этой колоде смотрите какой как человек у которого есть вот такой жезл до скелет а вокруг него звезда и змея на обливается где змея то есть у вас есть и знания у вас есть и опыт вам нужно просто двигаться вперед но вот здесь вот в этой колоде по жезлов он как будто бы но этого не совершает да он не уверен и вот здесь вот как раз таки ваше взаимодействие с огнем причем мы говорим про огонь и посмотрите какие огненные карты да здесь выпадают смотрите прям огонь огонь нарисован и и есть здесь потенциал но вы как будто бы не уверены это как знаете мне такое чувство что мне нужно вас убеждать в том что это ваша стихия вот как-то так как-то так тут идет хорошо давайте теперь посмотрим вашу связь со стихией земли хотя вот здесь вот вот ваша природа и да я сказала огненная и вы можете укращать свои инстинкты так вот вот здесь вот вы своих инстинктов вы боитесь что вот все у вас есть очень много контроля вы боитесь что все выйдет из-под контроля почему потому что воздух он когда начинает ветер сильный дуть он огонь пламя может превратиться в пожар и вы тогда не будете управлять до контролировать и вот этого вот вы боитесь вы боитесь свои силы вы боитесь своих способностей вы боитесь своих сил и ваша связь землей тяжело как есть у вас связь на четверочку да как здесь прямо нарисовано да есть у вас связь землей вы ее прям как-то вот тащите это за собой то тяжело связь земли его связано как раз-таки связь землей связана с удовольствием с наслаждение то есть вы земле а стихи земли вспоминаете тогда когда вы хотите получить какое-то удовольствие может быть это материальное какое-то удовольствие может быть от еды какой-то наслаждение у давай что-то вы хотите получить тогда вы вспоминаете и начинаете себя заземлять а вот здесь вот в земле до краски физическом вашем теле вас сильное тело физически сильно ну то есть по идее вы не должны болеть но если болеете то только вот из каких-то там эмоций до психосоматика срабатывает но нету сильных таких заболеваний до 5 простуда может быть да вот что то такое но нету прям серьезно серьезные болезни у вас тело должно быть физически здоровые вы сильны вот вам нужно знаете вы результат в материи материальном мире можете получать вам нужно только сфокусироваться на на этом какая связь здесь вопрос видите вот 12 аркан повешенный до в этой колоде мона лиза я ее использую как оракульную поэтому я специально ее не изучаю но здесь вот нарисован клавот да и куклы кто кем управляет кто кем управляет научитесь управлять вот это вот свое управление воздушное направьте на землю воздух и земля они между собой не дружелюбные стихи так вот вам ваша задача их подружить между собой потому что пока неизвестно кто кем управляет земля здесь контексте у нас идет материи результатов вашего в вашем физическом мире вашем физическом плане так вот вы не получаете не денег и вы не получаете каких-то результатов от своих действий почему потому что вы не можете управлять вы может ну вот вам надо вкладывать свой ум да не в эмоции не в огонь а вот именно в землю в результат то есть акцент все время держать не на то чтобы получать удовольствие либо на то чтобы реализовать какие-то там свои проекты амбиции нет а исключительно на результат что-то хотите подумали запланировали сделали это вам нужно все а вот прям вот планы воплощать в дела план действия план действия какая связь у вас землей но вот цель видите лук вы должны цели себе ставить тогда вы будете получать все результаты которые вы хотите тогда не вами будут управлять а вы будете управлять вот мастерство это вот восьмерка педагли классической да здесь вот шаман научился танцевать танцует под бубен под ритм найти найти свой ритм найти свое движение и проявлять свое мастерство вот вам тогда она будет проявлять свое мастерство еще какая у вас связь землей вот это вот королева мечей в этой колоде какая у вас связь вот если вы как раз таки воздуха будете направлять сюда это вот контроль это там здесь вороны до знания так которая очень много воронов так которая управляет знаниями то которая может воплотить свои планы она управляет кланом в данном случае так давайте я вам тоже скажу так же как и в предыдущих позициях в процентном соотношении но в принципе у вас достаточно все с гармонизировано да если смотреть по стобальной шкале сто процентов да то вот ведущая пока ваша стихия это вот воздух и здесь она ну вот где-то ну семьдесят пять семьдесят восемьдесят процентов ну макс 90 ну прям очень ведущие по-разному кого-то семьдесят семьдесят пять процентов мы показывают а кого-то знаете вот прям аж восемьдесят пять девяносто то есть вы прям вот голова голова вот прям ментально ментальный план это вот у вас иногда бывает переполнены прям вот все такое если мы говорим о воде здесь где-то процентов 35 40 ваша стихия воды вас на данный момент мы смотрим разрезе данного момента да если мы говорим про огонь то а как ни странно покажется вот огня у вас где-то процентов 80 но он используется в минусе то есть он у вас есть а вы не умеете этим пользоваться он не спит он активный он просто ждет знаете вот как ну вот лава пошла из вулкана и вот она льется и вы как будто бы не умеете этим управлять и вы бежите от этого но у вас уже излива изливается из вас только огня и вот что касается земли вашей связи землей здесь опять-таки потенциал но вот мне почему-то хочется сказать что вот здесь вот прям вот сто процентов сто и ста вот ваша связь вот здесь землей только вы как-то ей не пользуетесь если здесь с огнем не пользуетесь потому что боитесь то здесь с огнем с землей вы не пользуетесь просто потому что не знаете как это как будто бы вам дали машину какую-то новую а вы не получили права и не умеете водить вот машина у вас гараже стоит самая классная крутая которую бы вы хотели иметь и вот вы не просто заходите сидите немножко выходите почему потому что вы не умеете водить не можете не знаете где как завести машину как и управлять причем машина ваша она такая знаете вот у кого-то может быть действительно красная машина есть спортивного типа причем именно спортивного это не внедорожник это вот именно спортивного типа такая скоростная машина в прямом смысле либо в переносном смысле да вот такая ну мощная такая машина но вы не умеете и управлять вот вам не хватает как будто бы знаете вот прав и обучение поэтому я сказал что здесь в сто процентов это у вас есть в этим управлять не можете хотя в общем в общем ваша связь с природой и со стихиями как таковыми она такая знаете ну вот подвижная игривая когда вы украшаете свои инстинкты воздухом логикой тогда все получается а когда не укращается тогда вот этот вот огонь и он становится неуправляем и так маленький ребенок он не может управлять вот этим удавом красным то управлять то есть много энергии сливаете в развитие очень мало практичности и в том чтобы хочется сказать если вы женщина сливаете огонь секс но секс удовольствием не поскольку потому что это там типа надо для кого-то или еще там здоровье всякая такая фигня нет а просто потому что вам это приносит удовольствие потому что это также будет сублимировать эту энергию ну то есть это будет творческая энергия если не умеете ее управлять лучше потому что вы показ то сливаете на какую-то агрессию на какую-то у вас даже какие-то огорчения сожаления ну прям очень много такой мощной энергии негативной здесь не обиды такие вот мягкие здесь вот прям жесткая такая злость может быть так по одной карте на воздух какая связь здесь так интересно в четверке мечей она гадает маятником монолиза да как будто бы доверяете судьбой вот здесь у вас есть полное доверие полное доверие данной энергии связи здесь вот вы опираетесь это ваша основа вы опираетесь на нее вы доверяете что касается воды здесь вот аркан мира да то есть вы здесь созерцаете здесь только вы наблюдаете за своими энергиями что касается стихия огня здесь он научится вот шестерка педагли нужно научиться взаимодействовать вот вы пока вот этот ребенок а вам надо стать вот этим человеком имеющим эти деньги вот прям то что вам нужно развивать а здесь вам нужно просто практиковать здесь ничего не нужно развивать здесь ничего не нужно сдавать какая связь туз кубков вот смотрите у нее прямо цветы да она идет на на рынок и вот здесь вот на рынке прям полное удовольствие наслаждение получает вот так должно быть у вас так такая должна быть у вас связь по по стихии земли должно вам приносить удовольствие вы должны наслаждаться но не просто чувственном аспекте как по воде а вот здесь вы должны наслаждаться как каком-то конкретными действиями шагами ваши руки они должны быть полный видите заполненную не цветами вот такой у нас был третий третья позиция такой расклад как я говорил уже и в предыдущих позициях как-то я представляла вообще сегодня о другом этот расклад да что он как-то птичку видим там животных но получилось так как получилось я благодарю вас за внимание за такой формат не знаю нравится вам такой формат не нравится может быть кто-то скажет или не возвращайтесь к нам обратно нам важно видеть вас вот не знаю я почему я сделала именно этот расклад такой форме но не суть я благодарю вас за внимание с любопытством буду ждать ваши комментарии прощаюсь с вами хочу поблагодарить еще раз светлана дубину за расклад наверное все таки за идею к раскладу да возможно она тоже думала как-то иначе да что это будет связь с природой но таролог сделал так так увидел так сделать скорее всего не я вот так вот информация пошла я сама в шоке и удивлена до того что вот таком формате был расклад я с вами обращаюсь до новых раскладов пока пока